И мы поговорим о отладке питона в окружении продакшена. То есть продакшен, во-первых, проверим аудиторию. Если для вас это продакшен, то для клад не для вас, к сожалению. А говорить мы будем в основном о линуксах. Ну, наверное, у кого продакшен не на линуксе? Покажите. Вау. У одного человека на солярии, небось, да, на винде. FreeBSD. Окей. FreeBSD не подходит, к сожалению. Ну, почти часть методик можно использовать, но они не подойдут полностью. И мы сегодня будем страдать. Почему страдать? Опять же потому, что у нас продакшен на линуксе. Почему на линуксе? Почему из-за него страдать? Потому что линукс и его интерфейсы, они самые нестабильные в мире. Ядро меняются постоянно, его фичи меняются постоянно. Если вы привыкли к какому-то одному интерфейсу, через два релиза вам придется все переписывать. Возможно. Мы не можем останавливать процесс, потому что, возможно, там сейчас происходит какое-то странное состояние потоков, которое вы не можете воспроизвести очень просто. Также вы не можете просто взять и вынести код в другое место, потому что там набор ввода будет совершенно другой, и ваша проблема не повторится там. И ваш процесс завис как-то так, как вы не можете повторить совсем. И у вас в продакшене совершенно другой набор программ, которыми вы можете смотреть, что происходит с вашей программой. То есть вы не можете добавить рандомный принт или подключить логинг в ваше приложение. Вы не можете просто так остановиться дебаггером в любом месте и посмотреть на содержание локальных переменных. Вы не можете запустить, взять любой профайлер, который вы можете использовать каждый день, модифицировать в программу, чтобы она его понимала, и перезапустить ее, потому что тогда она перестанет глючить. То есть вы начнете дебажить, и проблема исчезнет. Этого нельзя допускать. И также нельзя использовать любые другие отчаянные практики. Нельзя использовать динарный поиск ошибки путем удаления рандомных строк кода из редактора, перезапускания и смотреть, работает или нет. Потому что, возможно, даже среда, в которой это все работает, она очень сложна в нее попасть перед тем, как начать ее отлаживать. То есть сначала нужно собрать нужное количество нужного ввода для того, чтобы отлаживать приложение. Но, несмотря на все это, мы все это отладим. Вот. И начнем с первого очень простого примера, что происходит, когда процесс тупо завис. Допустим, я захожу на сервер 18 октября и смотрю, что у меня какой-то кронжоп, который был запущен 28 июля, он завис, он ничего не делает. Как я вижу то, что ничего не делает, вот есть колонка там, где написано нули. Это время, которое процесс провел на процессоре. То есть он на самом деле провел там понты времени, которые даже показывают нулем, и ничего не сделал. И он просто висит. Давайте же посмотрим, как он висит. Во-первых, вот этот вывод было видно в процессе, который, в общем, вы можете посмотреть в тег процесса в зоне ядра. Когда у вас процесс проводит ноль времени на процессоре, это значит, что он спит в контексте ядра. Он делает какой-то вызов к ядру, например, ждать, sleep, либо read, и ему не возвращается нужное количество ресурсов в то время, как он запросил, и процесс кидается в спячку. Потому процесс на самом деле запущен, но он ничего не делает. Его время, которое он провел на процессоре, ноль. Потому самое первое, что мы можем сделать, это поставить дебаггер на продакшеновую систему и поставить отталочный символ для питона. После чего мы можем снять слепок текущего запущенного процесса при помощи программы G-Core и потом посмотреть стэк. Для того, чтобы посмотреть стэк процесса любого процесса, вам нужно к нему приотачиваться дебаггером, и это делается при помощи такой незамысловатой команды в конце. Вы запускаете дебаггер. По сути, вы можете делать то же самое, если вы запустите дебаггер, ведете там эти три команды вручную, но так как было конично, вы можете это запихнуть в аляс, функцию в шейли и так далее. И здесь очень хорошо видно, что красным наш процесс висит в риде. Он читает что-то, но не получает ответа. То есть буферы, из которых он читает, потенциально они пустые. И здесь видно, что мы читаем, вернее, мы зависли в середине SSL-хендшейка. Ну, как бы это сишная функция, нам не сильно понятно, откуда она возникла, но питоновые отладочные символы хороши тем, что к нему добавлены еще какие-то скрипты на питоне, которые позволяют декодить стековый фрейм питоновой программы, и мы видим, что это произошло с функцией питоновой doHandShake в модуле SSL. Если посмотреть по стеку ниже, вы увидите, что это где-то функция, которую написали вы, которая стучится по API какому-то вашему серверу, и вы не получили ответа. Вот. Это решить очень легко и просто. Вы просто должны сделать так, чтобы либо ваши сокеты, которые долго не читают, отмирали по таймауту, либо использовать TCP-киплайвы, то есть на уровне ядра. Ядро с другим ядром будет общаться сообщениями, типа ты жив, да, нет. И если проходит какое-то время, то сокет отваливается. Вот. Самое интересное, что мы эту проблему первый раз попытались пофиктить monkey-патчингом. То есть после того, как мы вызываем connect, connect происходит, а потом мы делаем сокет с таймаут, который должен умереть по таймауту. И все работало хорошо. А потом мы добавили SSL. И когда вы делаете connect, он на самом деле делает connect, потом SSL handshake, потом сокет готов к работе. И у нас случилось такое, что у нас таймаут остановился после того, как процесс должен был бы установиться после того, как процесс зависал. То есть какие-то данные ходили, а у нас сервер с другой стороны просто умирал. По какой-то причине плохая сеть, его перезагрузили, апдейт и так далее. И процесс просто завис на два месяца в списке процессов. Он ничего не делал. И когда наш админ зашел на сервер, он здесь выполнил IPS, увидел полторы тысячи процессов, которые тупо висели, ничего не делали, и они всех паром был крон. Вот. При помощи тупого метода посмотреть в стек текущего процесса, где он висит, мы решили эту проблему. Вот. Поговорим о другой проблеме, которая не такая статическая, как предыдущая. Вы заходите на shell, на сервер, запускаете htop и смотрите, что какой-то процесс жрет ядро. Ну, как бы постоянно жрет, постоянно у вас одна полоска заполнена, иногда она бегает с одного числа на другое, потому что ваш процесс мигрирует с одного ядра на другое. Вот. И вы смотрите какой-то процесс, это, например, гуникорк, запускает джангу. Наша прекрасная джанга что-то делает такое, и она зависла. Вернее, не зависла, а делает какую-то, возможно, бесполезную работу. И в колонке время видно, что она это делает на процессоре уже 615 часов, как минимум. То есть это не просто прошло абсолютно 615 часов, а прошло 615 часов, ради которых процессор грелся, он бихал вот этой задачи, то есть от имени вот этой задачи. Ну, давайте сначала посмотрим, почему. Вот этот незамысловатый скрипт позволяет нам посмотреть, где именно в контексте чего провел процесс время. В контексте пользователя либо системы. То есть в контексте системы, когда вы вызываете какой-то системный вызов, и он выполняется внутри ядра, то есть на привилегированном уровне. Контекст пользователя — это ваш код на питоне. И всякая метрика по процессу находится в файле в системе proc, в файле stat. Но там просто набор чисел, которые вы должны как-то прочитать. План, как читать эти числа, написан в manproc. Вы читаете manproc, потом понимаете, что там есть набор ключей, которым надо сделать атрибут с значением. Пишем незамысловатый скрипт на авке, который мапит первое ко второму, и получаем вот такой вывод, по которому можно просто грепнуть и посмотреть. Вот эти значения выведены в количество счетчиков таймера, который сработал в операционной системе. То есть на всех x86 платформах это по умолчанию 100 раз в секунду. Нам это надо профилировать. То есть посмотреть, что такое профилировать, это очень часто смотреть, где находится счетчик программы в текущей выполнении программы. Но это не всегда полностью полезно, потому что нам еще и надо знать, откуда возник этот счетчик программы. Нам надо посмотреть в стек. И когда мы работаем с системными вызовами, самый простой способ профилировать, это узнать, какой системный вызов был вызван чаще всего. И для этого есть утилита s3 с флагом минус c. Она не так часто помогает, вы просто можете узнать, что примерно делает ваша система и как часто. Но один раз нам это помогло. У нас есть клиент с FTP, который просто качает файл с другого сервера. И в коде клиента мы пропустили то, мы проверяли последнее значение на нам, а на самом деле возвращалась пустая строка. Мы неправильно интерпретировали абстракцию, которая была написана в man read, то есть в man ik системный вызов, потом в библиотеке, в которой этот системный вызов был использован. И мы получились так, что у нас воркеры гуникерна, которые были также синхронными, они гоняли по 10 задач одновременно, и по 9 примерно из них были забиты какой-то фигней, и они тупо ждали того, когда из законченного потока данных, который уже никогда не увеличится, придет еще какие-то данные. То есть мы просто делали бесполезную работу. И s3 с минус c помог нам увидеть то, что мы делаем read очень часто, а потом просто тупым втыканием в код мы поняли, что на самом деле здесь не так читается, интерпретируется значение. Надо профилировать код на питоне. У нас есть обычные профилировщики, такие как GoPro, гнушный GoPro, который всем знаком, наверное, многие его использовали, но требует перекомпиляцию программы для того, чтобы использовать. То есть в продакшене он не катит, мы не будем пересоперять программу. Есть также GoPro Tools. Это очень классная утилита от Google, но они требуют таких же пожертвований, и это можно использовать таким образом только в девелопменте. Есть очень много питоновых профайлеров, с ними те же проблемы. Если мы вставили поддержку профилирования в ваше приложение, то труба. Этот вариант тоже не пройдет. Есть профилировщики уровня системы. Есть очень старый профилировщик O-Profile. Он достаточно древний, он вряд ли заработает на каком-то новом ядре без танцев с бубном, а так как вы залогнили с на продакшен, у вас там уже эта проблема происходит, это тоже использовать нельзя. Есть Perf. Его мы посмотрим ближе. Он достаточно современный, он существует в последних ядер 10, может чуть больше, то есть его сейчас активно все используют. Есть также фреймворки трассировки, такие как D-Traces и StentUp, но, к сожалению, на Linux они работают плохо. Об этом мы поговорим чуть попозже. Ставим Perf. Версия Perf должна быть такая же, как и версия вашего ядра. Если у вас ядро из пакетов Debian, и оно было собрано правильно, у вас есть пакет Linux Tools, который вы можете спокойно поставить. Вы его запускаете. Для этого есть команда PerfRecord, которая говорит запускаться 10 секунд и брать снапшоты по нужному процессу ID. Потом вы смотрите вывод и понимаете, что вот питоновые функции упомянуты по одному разу. То есть как бы счетчик программы был считан, он был переведен в название, счетчик программы, то есть адрес, был переведен в название функции, которая лежит по этому адресу, но стектрейс не видно. Где же он? И ответ, оказывается, был очень печальным, что питон был скомпилирован с опцией F-amit frame pointer. Эта опция включена по дефолту в GTC, если вы используете опцию минус O2, то есть флаг оптимизации 2, который используется почти везде по умолчанию. Если вы посмотрите, как собирается ядро, то вы увидите, что ядро собирается с флагом F-no omit frame pointer, и вот почему. Потому что перв хочет знать, где находится ядро и видеть весь стектрейс. Что делает F-amit frame pointer? Он убирает из тела функции очень важные три инструкции, которые влияют на то, может ли программа в рантайме найти то, откуда она была вызвана ранее. Это сделаны соображения оптимизации, которые были актуальны на платформе i3.7.6, когда регистров было 8 для общего назначения, а на md64 их 16, если и такинно интересно и увлекательно. Но здесь мы используем как минимум уже 5 утилит для того, чтобы сделать разные вещи. Собирать информацию из сети, профилировать процесс, какие системные вызовы он вызывает, греб и так далее. Что если бы у нас была одна утилита для всего? Мы бы могли поставить breakpoint везде, будь то в ядре, будь то в программе. И делать это очень часто, выполнять какие-то действия. То есть как будто мы скриптуем дебаггер, делаем breakpoint, выполняем какие-то действия, собираем информацию, пишем влог, продолжаем выполнение. Потом повторяем это, конечно. Но чтобы это работало на всей системе. То есть у дебаггера вы можете приотачиваться к одному процессу, либо к двум, если у вас рук много, либо у вас скрипт умный. Но это опять же дебаггинг, он как бы заторможает процесс, и приложение, оно будет, скорость приложения будет отличаться от исходной. То есть ваш баг может опять исчезнуть. Но это для всей системы, для каждого процесса, для каждого потока ядра и так далее. И ответ на самом деле простой. Эта утилита уже есть в продакшене и в опенсорсе 2005 года. Она называется D-Trace. Она есть в Solarii, она есть во FreeBSD, но очень плохо поддерживается. Есть в других операционках и даже есть для PlayStation. Даже для PlayStation ребята портировали себе D-Trace для того, чтобы смотреть на проблемы, которые возникают у них в системе. Секрет D-Trace прост. Он просто заменяет инструкцию в вашем коде, инструкцию брикпоинта, трепается в ядро, в ядре выполняется какой-то обработчик какого-то кода, который выполняет ваш скрипт, собирает дополнительную информацию и возвращается назад. И все это делается асинхронно. То есть в отличие от дебаггера, когда вы получаете дебаггером к процессу, пока вы не прореагируете на действия, которые просят от вас дебаггер, тот процесс будет остановлен. В D-Trace это происходит так, что когда выполняется ваш скрипт, информация по скрипту пишется в какой-то буфер, с которым вы можете считать потом. Ну, за вас-то потом сделана другая программа. И все происходит намного быстрее, чем это происходит с дебаггером. И также вы можете не просто ставить брикпоинт в одном процессе либо в одном потоке, а ставить брикпоинт везде, в любой точке в памяти. Вот. То есть таким образом вы получаете вот такой эффект, когда пони интроспектит черепашку. Я не знаю, как называется действие, но для меня это интроспектит, то есть он смотрит во внутренности. D-Trace это фреймворк динамической трассировки. Это просто набор модификаций для ядра и язык программирования, который очень сильно напоминает Авк. И с D-Trace очень много полезных success stories, которые были, которые помогли решить проблему производительности и поведения в Твиттере, в Перконе, во всех, в Omni.ti и в других компаниях, которые используют Solaris в первую очередь. и гоняют свои приложения на Solaris. Вот. То есть по сути у нас сейчас был доклад о том, как нам надо страдать без D-Trace. Вот. Об этой утилите можно говорить очень много. И об этом языке, и об этом фреймворке. Я на тезу заходу отдельного доклада. Но знаете, что там можно профилировать Python? Вы можете поставить breakpoint в Python в коде, собрать какую-то информацию, в том числе стэк, сделать профилирование, но смотреть такой же call graph, который вам нужен в любом приложении, не изменяя его код. Вот. К сожалению, это для Lynx пока не готово. Несколько лет, наверное, пять, один человек, который просто чувак, который написал свой текст в редактор, не знает, это от CRTags, или еще как это называется, это вот другая утилита. Но, в общем, он просто ради фана пять лет сидел, портировал D-Trace с одной операционки на другую. И таким образом, чтобы ядро менять не приходилось, а просто подгрузил модуль, и оно работает. И оно как-то работает, но иногда оно крэшит нашу систему. И вашу. Вот. Но при помощи этого порта нам уже удавалось на стейджинге фиксить какие-то проблемы. Например, при помощи D-Trace можно ответить на вопрос, какой процесс удалил файл. Вот скажите, у вас когда-нибудь была такая проблема, вы не знали, кто удаляет файл? Вот. Скажите, кто знает, как решить эту проблему? Да. Вот. Классно. Проговорим про системтап. Систентап делает примерно то же самое. Ну, почти. Вот. Oracle тоже подхватился, сказал D-Trace классный. Oracle вообще его купил, между прочим, вместе с компанией Sun. Но и решил портировать на Linux. Но они пошли по другому пути, и они заимплеметили все эти фишки, которые не заимплементил этот чувак. Но мне лично интересно то, что имплементил он, но не они. И они как-то слишком медленно работают для компании такого большого масштаба. Вот. Систентап. Он на самом деле, он так работает, что он заставляет вас страдать еще больше, чем как будто вы использовали вот те утилиты. То есть я бы в таком случае просто бы запустил S-Trace на вот те процессы, которые я подозреваю. Я могу запустить S-Trace на 32 процесса одновременно. Это лимит. Вот. И узнать, кто удалил файл. Систентапом это вообще такая классная штука. Вы пишете программу на каком-то скриптовом языке, который похож на один, он более крутой, как бы. Потом код от код собирается в модуль ядра, а потом этот модуль ядра загружается. На это все примерно уходит минуты две. На то, чтобы тупо скомпилировать скрип, запустить его, загрузить в ядро. Ну, если он более-менее какой-то продвинутый. Если в коде систентапа есть ошибка, то ядро упадет в продакшене просто так. А вот если у вас… Вы используете D-Trace, то D-Trace компилирует свои скрипты в специально интерпретируемый байт-код, который интерпретирует безопасно виртуальная машина внутри ядра. Если там ошибки, то как бы возникнут ошибки в вашем буфере логинга D-Trace, нежели в системе, которая придет к панике и ваше приложение упадет совсем, чего допускать, конечно, нельзя. Ну и альтернативой можно использовать Lumos, если вам позволят это рамки и условия вашего проекта. Вот. Так что на этом у меня пока все. Большое спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Кстати, D-Trace, во-первых, он противен также на MacOS. На каждом MacBook он есть из коробки. То есть его можно использовать в разработке. И я очень много говорил о том, как D-Trace программу под iPhone включительно и программу под Mac при помощи этого фреймворка у себя в других докладах, которые есть по этому сайту. То есть посмотрите, как можно использовать D-Trace для чего угодно, кроме Python. Вот. Вопросы? Окей, нет вопросов. Классно. Я надеюсь, что вам понравилось. Большое спасибо за внимание. Увидимся в следующем Пайконе. Спасибо. Спасибо.